В финале у нас было 10 человек, и один из них был паренек-актер. Хороший паренек, увлекается техникой, космонавтикой, но актер, и его не пропустили. То есть было даже так. То есть журналисты, медики, все подавали документы, все могли пройти. В этот набор обязательно требования инженерного образования. Инженерное, естественно, научное, то есть это получается ученый. Либо медицинское, либо военный ученик. Такие требования сейчас. Он как бы не открытый, а открытый набор, но немножко ограниченный. Так вот, идет набор в этом году. Несколько этапов. Профессиональный отбор, собеседование, грубо говоря, как в школу, как в институт. Чем занимаешься. Английский язык, русский язык, культурология, политология. Ну, в общем, масса таких вещей. Далее физкультура, психология и медицина. Крайний этап – это медицина. Очень серьезный, очень жесткий. В течение месяца где-то я проходил этот этап. Самый такой этап, где больше всех отсеивается. После чего комиссия государственная в Роскосмосе. Вот я говорил, что здесь человек был выявлен, выставлен на эту комиссию. Восемь взяли. Восемь взяли. Ну, грубо говоря, такой, как это, политотсек. То, как, где был, нравится, не нравится. Понравился? Да, да, да. В общем, понравился главе Роскосмоса, взяли. Нет, не взяли. Вот, в общем, восемь человек взяли. Восемь человек взяли, и мы были назначены на должность кандидатов к космонавту. В течение полутора лет мы изучали базовые какие-то знания, законы орбитального движения, базовые основы, что такое станция, что такое корабль, что такое медицина космическая, полетать, с парашютом попрыгать, на невесомость. Ну, в общем, такие знакомства, можно сказать, с этой тематикой. Передумывали? Пилотируемые. И вот из восьми человек из нас осталось, на данный момент, шесть. А что осталось? Один по здоровью, одному по здоровью пока отстранили. Ну, уже в течение трех лет он не может восстановиться. И второго не смог сдать, грубо говоря, экзамены. Две попытки дается. Вот он три раза не сдал экзамен. И, к сожалению, человека отчисленят. В итоге у нас шесть человек сейчас. В течение полутора лет у нас госэкзамен, серьезная комиссия, большая, около пятидесяти человек только комиссия. По всем областям знаний пилотируемых космонавтов тебя спрашивают. Все, что ты изучил за эти полтора года тебя спрашивают. Оценка и опять же комиссия. Оценка комиссия тебя переводит в должность космонавта. Только с этого момента ты являешься космонавтом. И ты начинаешь подготовку в группы. Откуда это и пошла история? От группы группах. Раньше просто были разные группы. Например, группа подготовки по программе БУРА. Группа военных пилотов по программе Алмаз. Группа МИР, группа САЛЮТ. В общем, было раньше много разных групп. Лунная группа была. Сейчас у нас одна группа. Группа МКС. Ну, название осталось. Подготовка в группах. И сейчас вот мы уже, получается, с 2014 года. В этом году будет летом. Три года, как мы изучаем, готовимся на этой стадии. Скоро у нас окончание. То есть мы потихонечку заканчиваем все экзамены. И, собственно, мы готовы на назначение в экипаж. Ждем своего назначения. В идеале, если бы было место, назначая тебе в экипаж, за примерно за полтора-два года, ты готовишься к своему конкретно полету, изучаешь программу научных экспериментов, которые ты будешь выполнять. Ездишь, как я уже сказал, в Бзонсон Space Center в Хьюстон. Смотришь и изучаешь базу. И, собственно, с тем, кто придется работать на борту с американскими комитетами. Все. И после этого, примерно за месяц у тебя экзамены здесь. Если ты там заканчиваешь экзамен, также в СССР, также экзамены здесь в ЦПК, сдаешь их. И примерно за три недели ты отбываешь на Байконур. Акклиматизация, последние подготовки, старт. Вот примерно такой вот путь космонавта. По статистике, средняя продолжительность от прихода в отряд 10 лет до полета. Две. 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 Продолжение следует...